Всем привет! Сегодня среда, а значит это мой день и будут несколько моих моментов или даже мы их назовем правил. Четыре пункта, на которые нужно обратить внимание, когда вашему ребенку уже две недели. Поговорим обязательно о детской желтухе. Она бывает и начинается даже где-то на второй-третий день в роддоме. Обязательно поговорим о том, на какие моменты в здоровье, собственно, в здоровье нужно обращать внимание. О том, как восстанавливается тело после родов. Я делала фотографии в первый, второй, третий день, и вы видите, как меняется живот. И на какие моменты стоит обратить внимание, чтобы сохранить свое здоровье. Желтуха новонарожденных. Это, в принципе, такое часто распространяемое незаболевание состояния детей, особенно у тех, кто рождается зимой. Почему? Потому что под влиянием солнца билирубин, это продукт распада фетального гемоглобина в организме ребенка, он разрушается быстрее. У зимних деток им не хватает солнца, это все намного медленнее. Как можно его заметить? Если у вашего ребенка на третий день в роддоме желтеет носик вот здесь, он все еще красненький, а кончик носика уже вот здесь желтенький, это значит, что у ребенка все-таки где-то вот к крайней границе уровень билирубина. Его меряют в роддоме, смотрят, если он превышает уровень верхней границы, вам будут рекомендовать, например, или наблюдать, растет ли этот билирубин, или если он очень высокий, вам будут советовать положить ребенка под лампу. У меня так было с вторым и третьим сыном, с Михаилом и с Мирославом. Так получилось, что когда я пришла домой, у меня еще не было никакого опыта с вторым ребенком, и я не знала, что такое детская желтуха, я пришла домой, где-то через две недели решила пойти к педиатру, к своему педиатру, который у меня смотрит всех детей, принесла и говорю, вот он, мой сын, такой красивый. А она говорит, какой апельсинчик! Ну не плачь, ты не протеба, не плачь, не плачь. А я думаю, почему он апельсинчик? Оказывается, она его так назвала, потому что он был весь желтенький. Я этого даже не заметила, потому что я подумала, что он просто у меня загорелый. Опыта у меня, как у мамы, со вторым ребенком желтухи еще не было, повторюсь. И когда я испок, она спрашивает, а страшно? Она говорит, нет, ну это не страшно, но в принципе это токсическое состояние для ребенка, и лучше, чтобы этот билирубин быстрее выходил из нашего организма. Первого вопроса у нее было, сколько ребенок какает? Ну, наверное, говорит, три раза в день. Говорит, а должен сколько ест, столько и какает. То есть каждый раз после кормления он должен какать. Ну просто, ну вот так, как часики. И чтобы улучшить выводящие процессы в организме, педиатр мне тогда посоветовала, говорит, ребенку нужно давать, будь здоров, водичку. И это правда. И вот, когда я помню, когда я Мише дала первый раз бутылочку с водой, а до этого все говорили, нет, вы что, если ты мать и кормишь грудью, никогда не давай воду. Груди достаточно, там есть первое молоко, там переднее молоко, заднее молоко, там есть какая-то там типа молозива, ну молозива, конечно, есть, но всего в молоке достаточно и воду давать нельзя. Но педиатр меня тогда научил, он говорит, обязательно давайте воду. Мужик захотел есть, а если мужик хочет есть, его нужно срочно кормить, иначе он будет скандалить, да? И вот так от неопытности с первым сыном, своим вторым ребенком, мы растянули эту желтуху больше, чем на месяц. Потом это все закончилось, что нам пришлось давать препарат, урсофаль, который поддерживает печенку, выводит это все. Ну, одним словом, носилась я с этой желтухой очень долго, мне это очень не нравилось. Когда родилась Мирослава, и у нее тоже были признаки желтухи, и рос этот билирубин, я спрашивала у того же педиатра, что мне делать, чтобы эта вся история не длилась месяц. Она говорит, слушай, лучше всего сразу же под лампу, и мне посоветовали оставить ребенка под лампой на 3 дня, и желательно отказаться от грудного на этот период, от грудного вскармливания. Если я отказываюсь от грудного вскармливания, это все выводится намного быстрее, но молоко я должна сохранить, поэтому я молоко сцеживала, ребенок поел смесь этих 3 дня, потом благополучно вернулись к груди, и проблема этой желтухи решилась буквально за неделю. Уже проблем никаких не было. Когда я родила вот уже Андрея 4-го, я увидела вот этот желтенький носик на 3-й день в роддоме, я сразу пристала к медсестрам и говорю, пожалуйста, мы проверяем билирубин, не тестером, который на коже, а сразу анализ в крови, чтобы это было точно, чтобы я понимала уровень, чтобы я могла это контролировать, соответственно, и понимать, что мне дальше делать. Мы попали к педиатру, она посмотрела, сказала, все окей. Зачем я пошла к педиатру? Потому что это альтернативная точка зрения на состояние ребенка, который может отличаться от того, что дают в роддоме. Плюс педиатры будут смотреть за моим ребенком до 18, грубо говоря, лет, и ей нужна точка отсчета. Поэтому я вот с четвертым постаралась максимально раньше прийти. Она говорит, да, есть желтенькая. Говорит, что делаем? Она говорит, ну, нам нужна лампа. Но оставлять в больнице мне уже не хотелось. Поэтому я нашла услуги и взяла напрокат на 3 дня лампу. И максимальное количество, сколько я могла оставлять ребенка под лампой, я оставляла. Это была вся ночь и часть дня. Где-то около 10-12 часов он у меня лежал и загорал под лампой. То есть мы ему сделали такой, ну, почти пляжный, курортный уголок. Ему было там тепло, комфортно, и он там грелся. Ситуация сейчас намного лучше. Он светлеет. И я надеюсь, что на этом, в принципе, наша вся работа с желтухой будет окончена. Потому что ручки уже беленькие. Немножко вот личка стала желтенькая. И главное, что сказал доктор, смотрите, чтобы желтуха не опускалась ниже груди. То есть они желтеют от лица и к ножкам. Но даже вот если уже ножки желтые, это уже совсем плохо. Вот личико, да, чуть-чуть вот сюда, а дальше уже не надо. То есть, а потом ребенок будет уже освобождаться, и все у него будет хорошо. Что касается нас. Первая неделя. Она, конечно, под кайфом. Эндорфин в крови, адреналин тоже, поэтому все мы летаем, и как налегки, и все у нас прекрасно. Но как только вот этот эндорфин проходит, и мы переходим дружно во вторую неделю, нас накрывают гормоны и рутина. Честно признаю, что уже два раза я так хорошо проплакалась. Мне уже было тяжело, наверное, от того, что я там три дня поспала бубликом возле этой лампы и сторожила ребенка, чтобы вдруг эти очки не сползли, чтобы он там, чтобы я услышала, как он проснется, чтобы я его сразу покормила. Ну, конечно же, я как мама волновалась, поэтому спала где-то там рядом между старшими детками возле этой люльки, которую мы смастерили с лампой. Наверное, я просто устала, и, соответственно, это все вылилось в то, что там в воскресенье, например, я уже совсем расклеилась, совсем расклеилась, меня уже и дети раздражают, и муж тоже, и вообще меня никто не понимает, и я рыдала, но ничего. В понедельник утром проснула, все прошло, и я была опять счастлива. То есть это состояние, ну, как бы, вы должны объяснять и мужу, и детям моменты, которые с вами происходят, и там, где они могут вам помочь, пусть помогают. После той ситуации могу сказать, что дети очень сильно включились в помощь. Старшая стала просыпаться строго по будильнику, понимать, что собаку нужно гулять полчаса, что мама уже собакой не погуляет, а иногда ей даже нужно что-то помочь подготовить по завтраку или даже помочь мне разбудить младшего брата и сестру. И это все работает, и это все поднимает мне настроение. Я ей пишу смс, спасибо, моя дорогая, тебя люблю, спасибо, переспасибо, и всякие сердечки ей высылай, потому что это действительно помощь. Ну, наверное, вот они услышали о мамином физическом состоянии, и это их тоже торкнуло. Потому что если первую неделю я вообще чувствовала себя прекрасно, налегке, и мне казалось, что все, ну вот, настолько легко родила, все прекрасно, то вот как раз на второй неделе полезли бокам. И все доктора как раз говорят, что вторая-третья неделя иногда вылазит то, чего не видно в первых несколько дней после родов. Поэтому если вас даже осматривал гинеколог после родов, и вдруг вы что-то почувствовали на вторую-третью неделю, нельзя забивать на свое здоровье, нужно сразу обращаться. Поэтому я уже повторно сходила к гинекологу, мы записали все нюансы, которые вылезли, они мне посоветовали упражнение, которое нужно делать. Ну, и они советуют всегда это упражнение кегеля, которое можно найти для укрепления мышц тазового дна. Я бы так его назвала, потому что всем женщинам, в принципе, даже которые там не рожали четверых, им нужно это делать, потому что это наше сексуальное здоровье, это наше физическое здоровье. Потому что смотрите упражнение кегеля, я просто для себя еще взяла несколько упражнений с йоги. Возможно, когда я прочувствую, как это работает, я вам обязательно об этом расскажу, мы сделаем отдельную какую-то передачу, посвященную этой теме. Второй момент, который по здоровью, это спина. Она меня немножко беспокоила во время третьей беременности, потому что не мела нога, по-моему, это я уже где-то рассказывала. А во время четвертой беременности в последний месяц у меня появились такие странные ощущения в руках. Они ночью не мели совсем руки, а днем они не отходили полностью там на 100%. Я чувствовала эти покалывания в течение дня, а ты меня тоже беспокоила. Где-то во втором триместре я решила все-таки пойти проконсультироваться в одну клинику. В Киеве это называется клиника Берсенева. Берсенева, они специализируются по позвоночнику. Доктор тогда мне посоветовала просто уколы церебролизина, которые улучшают трофику нервных окончаний. Боль в спине у меня прошла, я чувствовала себя намного лучше. Тогда же я приняла решение, если вдруг эта боль вернется, я сразу после рождения иду и делаю все возможные обследования, которые касаются позвоночника. Но в первую неделю меня вообще ничего не беспокоило. Я подумала, что потерпит это все до лета, наверное, когда будет хорошая погода. Не потерпела, потому что во время, где-то вот вторая неделя, я почувствовала боль в пояснице, лопатки начала зажимать. Одним словом, сегодня утром в 7.30 я уже ехала на скрининг позвоночника, а вчера я была в клинике у Берсенева, и они мне как раз поставили диагноз. Бумажку могу показать, сброшу потом, мы это все снимем. И занимаюсь спиной. То есть есть моменты, девочки, мы детям и мужьям нужны здоровыми, поэтому тяжело, устало, ребенок плачет, муж голодный, никто не понимает. Встала и поехала делать себе анализы, поехала к гинекологу, поехала беспокоиться о себе и о своем здоровье, потому что нам нужно быть здоровым. Если вы не хотите делать для себя, сделайте это для своих детей, чтобы не быть им обузой в старости. Многих интересует, как же так все устроено, что она вот взяла, поехала в 7.30 куда-то на обследование, уехала на эфир. Ребенок маленький, он сейчас много спит, вкусно ест, поэтому каждое утро, если это эфир, я его забираю с собой. Я не оставляю его сейчас Андрея, потому что он ведет себя адекватно. Я могу во время грима покормить ребенка. Во время эфира со мной в субботу ездит старшая, которая контролирует малыша, пока меня нет. А в воскресенье я прекрасно справляюсь одна, мне помогают мои коллеги, иногда гримеры, иногда девочка-стилист, и все получается. Сегодня утром мы уехали двумя машинами, потому что пока я была на обследовании, Андрей был с малышом. Вичдок, что ты с дитиною? Потом мы устроили себе ароматический завтрак, это тоже приятно. Весь день ребенок катается со мной. Да, он не спит в кроватке, положенный график, но он спит со мной рядом в кресле, которое со мной. И если ему нужно покормиться, я могу остановить машину, отъехать куда-то в удобное место, где могу включить аварийку, забрать ребенка, покормить, поговорить, уделить ему 30 минут времени, потом опять посадить в кресло, и мы едем с ним дальше по делам. Маленький со мной, если кому-то интересно. Спит. Спит, я его покормила, ему хорошо. Это, ну, все, кто меня где-то встречает, они встречают меня сейчас с колясочкой, потому что я с ней везде. И мы сделаем как-то обязательно выпуск, я уже задумала, чтобы вы посмотрели, как проходит моя пятница, как я просыпаюсь утром в субботу, в воскресенье, и как это получается, в принципе, там, ну, на практике. Поэтому, где есть возможность, Андрей меня страхует. Если я не хочу нагружать Андрея, меня страхует старшая дочь, потому что для нее время с мамой, оно тоже достаточно ценное, и мы привыкли, что субботу мы утро проводим вместе. С нами сейчас еще маленький Андрей. Честно говоря, я очень приятно удивлена тем, как включилась в процесс старшая дочь. Ей 9 лет, и ей впервые по кайфу появление младшего. Она прям настолько растворяется в нем, целует, готова его носить, обнимать, любить, целовать и укладывать спать. Купать пока не даю. Ну, вот просто мне страшно. Как восстанавливается тело после родов? Я делала фотографии животика в профиль в первый день, во второй день. То есть, такие животы на другую дубу. А на третий день я делала тот корсет, о котором вам рассказывала в предыдущем видео, где мы готовились к выезду в роддом. Вот эти утягивающие, поддерживающие все штуки, они помогают. Да, сейчас есть еще небольшой живот, но, в принципе, корректно подобранная одежда, она все скрывает. Но это всего вторая неделя. Сегодня вечером обязательно встану на весы, покажу, сколько там. День склапся. Пришла до дома. Думаю, зараз красивенько свожусь. Покажи же вид вена. А тут виявляется в Миросе вітрянка. Миросичка. Покажи. Все, стоп, стоп, все нормально. У меня пока вітрянки нет. Все добре. У Остапа гриб. У Остапа гриб. У будинку Шкираберть. Но мы продолжаем сваживаться. Да? Первое сваживание. После пологового. После пологового сваживания. О, Боже мой. 76. Минус 10 по плану. КГ. Наверное, уже где-то в конце этой недели я первый раз пойду в зал. Это еще не будет физическое упражнение. Это будет просто растяжка для того, чтобы немножко успокоить спину. Почему спина? Потому что грудь налилась. Она большая, она тяжелая. Мы кормим. И часто плечи опущены. Соответственно, ребенок на руках. У нас перегружается спина. И она очень часто страдает. За счет большой груди много рожениц начинают с ут улицы. Ну, вот просто контролировать. И, наверное, растяжки и легкие физические упражнения в этот период, они просто вам помогут сохранить вашу осанку и держать в тонусе все тело. И, кстати, сегодня вечером покажу одну мою любимую вещь, которая стала для меня открытием с четвертым ребенком. Я вообще была против любых пеленаний, ограничивающих движение одежд. В этот четвертый раз я просто влюбилась в одну пеленку на молнии. И буду ее одевать на ребенка каждый вечер, когда укладываю его спать. И просто хочу посоветовать всем девочкам, которые сейчас в ожидании и собираются в роддом. Это просто must have, который должен быть у вас. Ребенок, когда рождается, у него есть еще вот этот хватательный рефлекс. Он лежит и весь дрожит, эти лапки, ему страшно. И сейчас уже технологии пошли на то, что делают такие пеленочки, когда ребенок чувствует себя почти вот как у мамы. Там в животе, ручки у него рядом, но при этом он может ими двигать. Ему тепло и очень уютно. И у меня был просто шок от того, что ты одеваешь эту пеленочку, закрываешь молнию, немножко подержал ребенка на руках. И все, он растаял и уснул. И вот неустанно повторять. И всем своим подругам, которые будут рожать в ближайшие несколько лет, я точно знаю, что я понесу в роддом. Поэтому сегодня буду укладывать малого. Да, и еще вас спрашивали вены. Как вены и как ноги. Ноги стали намного легче. И вот такая история по нызи. Помятаете, о ком она была сыне? Зара залышилась вот такие капилляры. А в принципе, набрек пришел. Мальчики, вторая неделя, она для нас очень тяжелая, потому что в нашем организме происходят абсолютно невидимые изменения. Вам они непонятны, но это просто буря гормональная, потому что сначала был один гормональный фон, сейчас совсем другой гормональный фон. Плюс, если ваша жена впервые рожала, она еще себя очень плохо чувствует, правда. Она чувствует себя слабо, ей больно, ей непонятно, ее жизнь сильно поменялась, поэтому ваша поддержка сейчас нужна не один часик в день, не два, а просто мониторить как самому высококачественному, высококвалифицированному психологу, свою жену, и просто понимать, где быть на подхвате. Если что-то заболело, забрать ребенка. Приезжать купать, приезжать вечером, уделять времени им двум, забирать куда-то выходной день, чтобы просто прогуляться и получить какие-то новые эмоции. Вот вторая неделя, это начинается сплошная рутина, когда ты просыпаешься утром, покормил, помыл попу, переодел памперс, приготовил кушать, опять покормил, помыл попу, переодел памперс. В обед ты вспомнил, что тебе тоже нужно кое-что там помыть, одеть, потому что ты взрослый человек, и тебе тоже нужно быть опрятным. Потом, опс, уже 4 часа, опять нужно кормить, менять попу. То есть все крутится вокруг одного ребенка, и это совсем угнетает где-то еще пару недель, и это уже просто будет ехать крыша. Правда, гу-гу хорошо, но это рутина, которая немножко будет убивать романтику вашей женщины, а вы должны эту романтику поддерживать и помогать. Поэтому забирайте немножко рутины на себя, любите своих жен, поддерживайте их, особенно в этот период. Спасибо, пишите. Дальше будут не только о детях, будем как-то развиваться, потому что все равно мой мир сейчас кружится вокруг этого малыша, и поэтому я делюсь тем опытом новым, который я получаю каждый день вместе с ним. Но будет еще кое-что. Пока! Потому что если это летний период, ты че?